Сокровищница Фараонов Урну не раз обстреливали, надеясь, что из нее прольется золотой дождь. Сложно себе представить, как и каким инструментом 2000 лет назад происходило рождение этого храма-мавзолея. Только ранним утром можно неспешно рассмотреть сокровищницу и даже побывать внутри, разглядывая натуральную природную красоту. Позже площадь заполняют группы несчастных, привезенных издалека туристов, у которых хватает сил лишь мельком осмотреть достопримечательность. И на радость гидам сразу двинуться в обратный путь. Мы же вдоволь налюбовались сокровищницей вместе с утренними лучами солнца, которые также спешили дотронуться до нее первыми. Наш гид здесь упрямо затормозил, и мы, обменявшись с ним телефонами, двинулись дальше, самостоятельно покорять Петру. Как всегда, пригодилась способность надолго удерживать в памяти прочтенные ранее карты. Дорога направо от сокровищницы ведет в некрополь Набатейского полиса. Здесь начинается фасадная улица с множеством гробниц осинийского типа. Целый город высеченный в скалах. Уровень ущелья за 2000 лет повысился так, что часть гробниц скрыты землей почти полностью. Далее скалы переходят в огромный римский театр, который был способен вместить от трех до четырех тысяч зрителей. О том, что Петра была крупнейшим торговым центром Дабатеев, сообщают все античные авторы, упоминающие о ней. Но когда римляне открыли морские пути на восток, сухопутная торговля пряностями сошла на нет, и Петра постепенно опустела, затерявшись в песках. Бедуинов, считающие себя прямыми потомками Дабатеев, не так давно переселили из Петра в деревушку рядом. Им разрешено здесь работать, и даже имеются какие-то льготы. Во всяком случае они уверяют, что освобождены от налогов, поэтому стоимость их сувениров и разных украшений ниже государственных. Встречается много интересных вещиц из натуральных камней и серебра. Да и само общение с бедуинами, которые прекрасно владеют английским языком, весьма занимательно. Бедуины оказывают услуги туристам и очень колоритно смотрятся на фоне розовых песков. Пользуются спросом их такси в виде верблюдов, лошадок и осликов. На каждом этапе путешествия по Петре действуют свои виды транспорта. У театра – стоянка осликов, и с ними работают даже дети, которые обязательно учатся в школах и с юных лет отлично разговаривают на английском. По точному замечанию одного из исследователей Петры, величественные фасады ее гробниц затмили само пространство города. В то же время, в отличие от комплексов, связанных с захоронениями, имеющими связь с потусторонним миром, Петра не вызывает угнетающих ассоциаций. Скорее, это место перехода в иную божественную субстанцию. Да и сама природа так обыгрывает ситуацию, что чувствуешь себя здесь нереально легко и радостно. Возможно, поэтому гробницы чаще называют дворцами и храмами, совершенно сменив их первоначальное значение на противоположное. Главная улица с величественной колоннадой, протянувшаяся с востока на запад через весь город, была проложена во времена римского владычества. В ее районе были найдены следы набатейских домов, скрытые потом под строительство. В этом районе Петры скальные жилые дома встречаются чаще, чем гробницы. А в 20-х годах прошлого столетия пещеры были использованы под гостиницы для первых туристов.